Что такое коммунизм? Коммунизм знаю. Жила в коммунизме. Расскажите. Это был Советский Союз. А что такое именно коммунизм? Все было у нас. Только не было 300 сортов колбасы не было. А так все дешево было. Квартиры бесплатно. Это прекрасно. Но что это такое коммунизм? Например, какая-нибудь компания, которая изготавливает пельмени, а у них там своя корпоративная культура. Коммунизм у них. Как же будет происходить процесс у них в их компании? У нас коммунисты они все. Либо я говорю, да ты коммунист. Вы все были коммунистами. Я два года был коммунист только, и то я не знал, что я коммунист. Но когда я обзываю человека коммунистом, что я думаю о нем? Какой он? Что изначально, когда появилось это понятие, что хотели сказать? Коммунист это? Когда? Что когда? Это патриот своей родины был. А демократ я не патриот? А либералы, они что, не патриоты? Нет. А кто они? Ну, они, по крайней мере, не такие патриоты. Мы были более патриотами, когда были в комсомоле, в пионерах. Но вы знаете, что такое коммунизм? Понятие коммунизма. Ну, вот как мы жили в Советском Союзе. Это был коммунизм. Квартиры бесплатные. А что это за идея, коммунизм? Тогда я не могу ответить. Расскажите, я послушаю. Короче, коммунизм это когда все равны. Нет такого, что есть кто-то богаче другого. Коммунизм это когда люди обеспечены всем. Всем, чем необходимым. Вы пользуетесь ресурсами вашей земли одинаково. Всем все по-равну. Не важно, кто ты. Депутат, милиционер. И все трудятся для общества. Не для себя. Не для себя ты трудишься. А ты все отдаешь в общество. А вот это общество, эта ячейка. Как бы ты ни трудился, много-мало ты получишь, как все. А ты получали столько же все одинаково пасти. Только уборщицы мало получили. И что ж всем ничего не понравилось тогда? Не знаю. Я если пока не записываю. Это в новости Дзен, да, будет потом? Или как-то вот какие-то... Ой, вы знаете, я опубликовываю сначала это видео в Ютубе. Вот, где-то я видел. Потом в Яндекс Дзен. Вот, вот. В Инстаграм еще. Где есть эти видосы, туда я все это закидываю. В Инстаграм я не захожу, а Яндекс Дзен я постоянно смотрю. Мы там увидимся тогда. Я постоянно смотрю, когда вы... Вот про Тургенева там были вопросы, я смеялась. А, вы меня видели, что ли, да? Конечно, конечно. Я смотрю и всегда мне вот... А вот сейчас, видите, вы меня врасплох достали. Сама смеюсь над людьми. Ну, как бы, ну, потому что там школьная программа, там, конечно, можно ответить. Вот. А когда вот эти вот уже такие более взрослые... Вы попали сегодня на новинку. Это же новинка. Это новое шоу. Вопросы Забовоса простым языком называются. У меня сын, я единственное, можете не записывать. Один раз плохо вел себя. Ну, не плохо вел, гулять пойду, гулять еще в молодости. Сейчас ему 37 лет. А я ей говорю, ты бы хоть сел, почитал «Войну и мир». А он отвечает, а что я там не читала? Я говорю, а кто ее написал? Пушкин. Все, я пошел. Приходит девочка. Ну, его тоже. В седьмом классе они учились, помнила. В седьмом классе у него была деваха? Да. Ну, лихач какой. Ну, такой. Так, дружба была. И это самое, я говорю, Сашенька, представляешь, Кирилл сказал, что Пушкин написал «Войну и мир». Ну, что не Пушкин, это точно. Достоевский ее написал, что он не знает. О, было. А вы помните, что там было-то в «Войне и мир»? Ну, помню. А когда читали? В школе. В школе. В кино смотрели. А вот если вы сейчас прочитаете, знаете, какой кайф. Да? Ой, кайф. Я все собираюсь, я честно говорю. Вы не записывайте. Очень сильно. Очень сильно. «Война и мир». Я уже отвечать не буду. Вот сколько уже времени, сколько времени. Что-то вот недавно почитал. Недавно. Я в школе ничего не читал. Вот как ваш сын, я не знал ничего. Не знал, кто написал «Войной и мир». Мой вот знал, неважно. Не читал вообще ничего. Ну, так получилось. А сейчас читаю. В общем, сейчас читаю. Много классики перечитал. Много классики. «Война и мир». Надо прочитать. Номер один. Номер один. Отцы и дети тут недавно цепанул Тургенева. С пивком покатит. Хороший сленг. Пишет, как Толстой, похоже. Но, конечно, не такая пушка, как Толстой. Пушка Толстро. Ну, Толстой это, да. А второе, племянник, тогда тоже мы были сестренкой-близнецей, Шарсу невестную. Она говорит, Коля, ну что ты, вот, ну опять. Мне что, под поезд лечь, как Анна Каренина? Вот клянусь, вот церкви нету. Клянусь своим здоровьем. На что был вопрос. А кто такая Анна Каренина? Сын мой тоже. Опять-таки. Он старше, он и 4 года. Душпокойся ты, ее подружка. Клянусь, было такое. Мы до сих пор вспоминаем. А сколько ему было лет? Ну, одному было 14, а этому было мало. Точно не страшно. Я узнал Анну Каренину в прошлом году. Нет, я знал, что это была Анна Каренина, есть такая женщина, что это Толстой, я знал. Но прочитал, прям познакомился со всем этим, всем действием только в прошлом году. А мне 33 года. Ну, я честно, честно. Поэтому, ну а что делать? Ну, вот ему тоже сейчас 33 года, и он уже смеется. Я говорю, ну что, как Анна Каренина. А он говорит, ну это уже не подружка. Что, будем участвовать дальше? Нет, не будем. Потому что я как-то не готова. Все несложно. Посмотрю, да. Ну, все, спасибо вам. Вам спасибо. До свидания. За то, что, как говорится, все руку держали. Может, даже там меня не выпал. Ну, посмотрим. Ну, вы харизматичная. Да? Да. Ну, да. Хочу очень, чтобы вы приняли участие в моем шоу, которое будет показано в Ютубе. Надеюсь, тут не будет оплосов по истории, я чтобы выглядела деградантом. По истории точно не будет. Хорошо. А почему будет? Объясняю. Можете участвовать вдвоем. Есть некоторые фразы, которые непонятно, что значит. Я хотел бы, чтобы вы объяснили их значение, но простым языком, понятным, с примерами. Тудыски-мудыски. Если ответ будет сухой, вы получаете пятихаточку. Если хорошо, красиво, понятно, объясните нам тыщенку. Да нет, деньги нам, конечно, не очень интересны, но... А что за... Да все, поехали. Пять вопросов. Синергия. Синергия. Я знаю про синергию лишь то, что это объединение инфо-цыган, насколько я знаю. Кого объединение? Инфо-цыган. Инфо-цыган. Инфо-цыган, да. Такой институт есть, энергия. Да. И она про них. Да, про них. Энергия, когда две энергии вместе взаимодействуют и усиливают, скажем так, усиливают друг друга. В каком контексте можно было бы сказать слово синергия? Между нами с тобой, Настенка, ты чувствуешь? Да. Возможность синергии, она возможна? Да. При каких условиях она возможна? В каких условиях? Если, если что. Давайте, ребята, простым языком дайте нам понять, что такое синергия. Ой, ну прям конкретная синергия, если бы не была, вот на работе мы сидели, прям пипец, ребята, была синергия. Как бы выучение. Вы уже все сказали. Сухое определение вы дали. Но надо как-то развивать все это дело. Ну, к примеру, работают... Давай так поставим, чтобы там камера все было. Ну, к примеру, работают два врача. Один... Гинеколог. Один гинеколог, другой... Уролог. Уролог. Или давай что-нибудь... Ой, гинекологи, урологи, это разные... Там и так синергия в них всегда, да? Да. Ну, к примеру, два врача... Стоматолога лечит одного пациента. Вот, к примеру, один консультирует по поводу терапевтической части, лечит кариес. А другой потом с ортопедической стороны делает короночку для них. Если у них будет синергия, то это будет качественная, хорошая работа. Но это будет... Это очень глупо. Что глупо? К примеру, глупый довольно, мне кажется. Еще скажи, не глупый. То есть получается, что это совместная какая-то работа, которая дает хороший результат. Причем совместная работа людей, которые по разные... С разных сторон смотрят на вопрос, скажем так. За одну проблему. Я блогер, например, да? Так. А ты? Я врач, к примеру. Ты врач. К примеру, да. К примеру. И мы можем с тобой замутить контент... Коллабу такую, да? Коллабу, коллабу. Которая будет о твоей медицине, там какая-то специфика, это будет полезный, хороший контент, который взорвет. И у нас будет просмотров на этом видосе миллионы, все будут. Вау, это кайф, а не видос. Получается, хайпнуть можно, да? И поэтому наша коллаборация, это синергия, это и есть синергия, которая дала вот такой вот сумасшедший результат. Правильно? Которая даст сумасшедший результат. Даст, обязательно. Ну, допустим, мы ответили на вопрос. Да, допустим. Все, мне кажется, все было понятно, ясно. Либерализм. Либерализм, кажется, вот Настена в этом разбирается. Настена, подойди к нам. Настена, расскажи о либерализме. Настена, ну иди сюда. У меня к нему негативные отношения. Объясни людям тогда, что такое либерализм. И мне тоже. Негативное. Либерализм? Ну, это... Что это значит? Если я либерал, то есть моя позиция, она там, либеральная, что это за идеология такая? Че я за тип, че у меня в голове, раз я либерал? Да нет, ну, насколько я знаю... Почему не демократ? Хрен поймешь. Либеральная партия, ЛДПР у них, либеральная на партии. А так вот, к чему пришли. Стойте, что ЛДПР, либеральная партия? Да, это слово либеральное. Либеральная, демократическая партия, там, России или республики. Это же неправда. Не-не, серьезно. Ратишка, попрошу тебя поближе, у нас съемка... Я не знаю, что это за слово. Я тоже не знаю. Ну, как бы я знаю то, что либералы больше, им приятнее политическая система западная. Как я это понимаю? На свободу. На свободу, самовыражение. Вот. Open mind, open mind. Ибо если я либерал, то я какой, какая у меня диалогия? А ты ко всему новому, возможно? Да. Нет, нет, вроде нет. Нет? Ко всему новому нет. Но либералы славны, ребята, да. Они все правильно делают. Следующий вопрос. Допустим, мы сухо ответили на этот вопрос. Суховато. Грубо говоря? Суховато. Но я вам так скажу. Если залезть в интернет и нажимать на каждое определение, то просто голова может взорваться. Четкого понятия не будет вообще. Этот либерализм еще будет как-то подразделяться. Есть такое либерализм, бля, такое. Но типа это свобода действий, свобода мыслей. Стало развиваться при Александре Втором эта либеральная система. А люди, вот эти, которые были дворяне, они хотели более либеральную историю. Потому что монарх все решает. Ну да. А они-то хотят тоже принимать участие в деятельности. От веры не отталкиваться. Там все говорят, вы христиане. А мы хотим быть не только крестьянами, а еще и кем? Дворяными, получается, хотели. Правильно. Свобода! Так, так, так. А вы куда идете-то? Домой. Вы пара? Нет. Как давно? Всегда? Да. С самого начала. Здравствуйте. Ни разу не целовались? Нет. Зачем? Зачем? Зачем с ним целоваться? Итак, катарсис. Катарсис это состояние. Человека. Высшая точка. Можно, попросите, встать вот сюда, пожалуйста. У нас же съемка профессиональная. Не слышно тебя будет микрофон. Катарсис, наверное, это высшая точка чего-то? Чего-либо? Чего-либо отчаяния или что-то хорошего. Ну, как бы, когда... Ну, да. Да, это пиковая... Да, пик чего-либо. Какого-либо состояния. Негативного или позитивного. Пример, кейс нам нужен. Так, какого угодно. Ты успешно... Ну, в смысле, ты сделал то, что тебе нравилось или не нравилось. Сделал это хорошо. Сделал это хорошо. И у тебя наступает катарсис. Ты думаешь, боже, какой молодец, я сделал то, что нужно. Или когда какая-то негативная ситуация, какой-то конфликт и пик ссоры и тоже. Хотя, наверное, нет. Скорее позитивная. Скорее позитивная. Скорее позитивная. Публичные выступления выступали на сцене когда-нибудь, да? Испытываешь волнение какое-то, да, перед тем, как выходишь. Гоняешь, может быть, то есть в теле происходит полный что? Катарсис. Херово у тебя происходит, ты волнуешься, переживаешь. Потом ты выступил, и произошло облегчение, облегчение и радость. Ты думаешь, ну, ну, типа, прекрасно, наконец-то, и ты еще хорошо выступил. То есть это радость. Но ты испытал до этого что-то такое перед этим событием. Ну да. Да? Подержи микрофон. Что там купил-то себе? Куртку? Да? Давайте что-нибудь пожелайте кому-нибудь, скажите. Микрофон. Мы пожелаем людям бросить неинтересную работу и найти новую интересную. Всем желаю. Друзья, пришло время сменить свою скучную работу. Так это сделала я. Вы сможете тоже. Ребята, забейте на людей, которые забили на вас. Не живите прошлым, живите будущим. Всем удачи. Либеральная партия кого там? Демократов. Либерал-демократов. За генерала Янукиева. Ладно, ребят, на мой вкус отвечали вы хорошо, но чуть-чуть суховода. Просто был до этого пацан. Как он тут красиво говорил, ребята. Но вы на пятихаточку настругали. Возьмите. Да, это ваш подарок. Спасибо. Разгубените там кофеек там, я не знаю, сейчас. Спасибо. Давайте, ребят, пока. Счастливо. А где смотреть-то потом? Негодяй ТВ. Найдем. Найдите. Спасибо. Давай. Сдай. Давай. Дальше. Макунга! 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 Нас совеселиться Сестрица Выкинь из башки дерьмо наш Нас совеселиться Нас совеселиться